Приветствуем вас на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Что означает благолепие в нашей жизни? Ну, смысл слова «благолепие», конечно же, прекрасен И нечасто оно встречается в нынешние времена Но оно потому как раз, быть может, нечасто сегодня употребляется Что предполагает не только внешний блеск Понятие благостное, понятие благодатное, понятие благолепное Ну, лепо — это красиво Красно красиво, а лепо, некоторым образом, благоустроенное Означает гармоничное и радующее душу организованность Присуще которой и эстетическое, и этическое совершенство То есть, насколько художественно достойно и прекрасно Настолько и нравственно высоко Поэтому понятие благолепия иногда присваивают и пейзажам И прекрасным морским, или лесным, или полевым видам Редко услышишь этот термин в отношении каких-нибудь современных див Употребляющих свое женское благообразие Для коллекционирования всеобщих восхищений И для разжигания страстей В среде своих поклонников Другими обычно терминами тут пользуются и правильно делают Поскольку благолепие неизбежно должно соответствовать духовной правде Которому призвано течение дел земных И явление нашей земной жизни Благолепен тот, кто не только умыт, но и чист сердцем Очевидно, мало только воспользоваться услугами парикмахера Или банно-прачечного комплекса Но совместить эту неизбежную и необходимую для телесного благоухания Процедуру с покаянием, с исповедью С сохранением своего образа жизни в христианских пределах И колее Вот это дает композицию, которую можно назвать уже благолепие Благолепный образ Более всего относится к образу святого или святой Благолепно подвижница преклонных лет Ангел в морщинках Она своей трудничеством, своей молитвой Даже до глубокой старости вызывает восхищение Где любуемся мы не только безупречностью земных черт лица И уже фигуру теряет Былую стать женскую является согбенной Но очевидно, весь образ, светящийся радостью о Господе Представляющий из себя раба припоясанного по расположению сердца Всегда готового к служению и молитвенному, и деятельному служению ближним В результате позволяет Даже настаивает этот образ пожилой подвижницы Назвать благолепным Не сразу для современного человека Открывается благолепие православных икон Я помню собственные впечатления от первых посещений храма После крещения, совершившегося уже на третьем десятке жизни Где же тут красота совершенная Пытался я разглядеть ее в ликах Божьей Матери Асимметричных С ниточкой губ С печальными и Скорбными часто Глазами, их выражением Но вместе с Сближением с церковной жизнью Конечно же, открывается необыкновенная духовность Этих иконописных линий Того образа, который отражен на предстоящем перед тобою иконостасе Благолепие Несомненно влияет Оно имеет воспитательную, нравственно утверждающую силу Поэтому не всякое произведение искусства благолепно И картина может быть нейтральной Изображая пригорки, ручейки Как бы запечатлевая Некоторую Благообразную реальность Не привнося в это Какой-то луч Духовной силы, духовной правды Может быть изображение Как замечал Феофан Затворник Вредное Какой-то анекдот Отраженный на бумаге На холсте Имеющий содержание фривольное Или располагающее к пустосмешству С признанием непобедимости Каких-то страстей Или грехов человеческих А бывает Картина, в которой И сюжет, и Действующие лица Назидательны Они благолепны Потому что Взор на эту картину Возвышает мысли В правильном свете Показывает человеческую душу Нуждающуюся всегда В милости Божьей В очищении В покаянии Всякий сюжет Из священного писания Отраженный на холсте К чему любили прибегать Великие мастера Прошлых веков Конечно же Имели признаки благолепия И в связи с своим Художественным мастерством Изображения И с тем Назидательным содержанием Которое Было запечатлено В картине Не всякая музыка благолепна Ибо хотя и по законам гармонии Складывается Всякая песенка Но иногда Сама примитивность Созвучий И Сопровождающий Эти созвучия Текст Могут Служить Страстям Человеческим И повреждать А не созидать душу В отличие от Тех гармоний При общении К которым Воспитывает Человеческие чувства Благородство И сдержанность И Глубина И Благозвучие При исполнении Еще достойными Музыкантами Оказывается С просветительским Влиянием В душе человеческой И надолго Остается Это впечатление Таким образом Вопрос Не праздный А напротив Поставляющий Перед нами Очень ясные Задачи Нашей деятельности Тремиться К благолепию И в жизни нашей Что не запрещает Стильно Одеваться Чисто Умываться Причесываться Овладевать Лексиконом Достаточно Просторным Для изъяснения Своих мыслей Слов Но при этом Не забывать Что подлинное Благолепие Живет там Где Сердце Трудится Над обретением Правды Божьей И В нем Самом И В делах Жизни Своей Это Особым Образом Помазывает Все наши Слова И действия Жизнь Нашу Апостол Павел Не запрещает Говорить Но говорит Да будет Каждое слово Ваше Солью Приправлено Верой Пища Без Соли Пресна И Неприятного Вкушения А умеренно Приправленная Становится Прекрасной И питательной И необыкновенно Вкусной Будем стремиться Этот вкус К благочестию Привить Собственному Сердцу И тогда И дела И слова И облик Наш Станут Благолепными Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Продолжение следует Продолжение следует